Здравствуйте, эфир ежедневная программа 13 регион, с вами Шакир Умаров. В очередной раз я расскажу вам о том, что произошло в Шымкенте за минувшие сутки. Наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий. Но обо всем по порядку. Необычное дорожное транспортное происшествие было зафиксировано накануне вечером на улице Толеметова. И главная причина стал КАМА, сгруженный мусором. Подробности в нашем следующем сюжете. Сам асфал был загружен отходами до предела и даже более того. Но явный перегруз, по всей видимости, не беспокоил водителя. В итоге мешки стали падать на дорогу. Под колеса шедших позади автомобилей. Мы ехали сзади, сигналили. Возле школы Назарбаева 20-30 мешков упало. Потом пока мусор убрали из-под машины. Затем догнали. В итоге один из мешков залетел под Тойоту. Был сломан бампер. Владелец иномарки предъявил претензии водителю грузовика. Он, кстати, работает по договору с компанией Катранс. Обслуживает микрорайон Катьпас. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли представители компании. Они обещали убрать мусор с дороги. Но через некоторое время бытовые отходы по-прежнему были на проезжей части. А вот и мусор до сих пор лежит. Никто не удосужился убрать его еще. Что касается восстановления материального ущерба, то водитель Тойоты вызвал на место происшествия полицейских. Ведется разбирательство. Ранним утром на выезде из города в сторону Ташкента произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. Его косвенной причиной стал гололед. При развороте опрокинулся легкогрузовик «Фотон». Водитель, судя по всему, отделался легким испугом. Машина была пустой. В момент ДТП автомобиль снес фонарный стол. На место происшествия вызвали полицию. Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло накануне по улице Гагарина. По данным пресс-службы ДВД Южно-Казанской области, водитель самосвала ГАЗ совершил наезд на пешехода. Шофер пытался избежать удара и взял в сторону. Однако по касательной задел пешехода. А после зацепил два легковых автомобиля – ВАЗа и Нексио. Пешеход получил травму и был госпитализирован. На место происшествия были вызваны полицейские. Ведется разбирательство. Полицейские Шимкента раскрыли инсценировку угона автомашины и задержали его владельца, который обманным путем попытался получить страховку за нее, а после продать машину местному жителю. В октябре прошлого года в Каратавский отдел полиции обратился 28-летний мужчина. Он заявил, что неизвестную угнали в автомашину марки «Тойота Королла». Позже, после оперативно-розыскных мероприятий, полицейские обнаружили «Тойоту» на одной из улиц города. В ходе предварительного следствия полицейские установили, что потерпевший инсценировал угон для того, чтобы получить за нее страховку в одном из банков. Кроме того, после получения страховки на сумму 800 тысяч тенге, мужчина попытался продать «Тойоту» 33-летнему жителю Шимкента, у которого он взял задаток в сумме 500 тысяч тенге. Однако обещание не выполнил. Уголовное дело возбуждено по двум статьям – мошенничество и заведомо ложный донос. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемый арестован проводится досудебное расследование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok